МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Помощь нуждающимся заготовка ягод и визит губернатора Леонид Зайц встретился с горожанами. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели для тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков, мы начинаем". -"Пошли ягодки". В Могилевском и Быховском районах обнаружили чернику с повышенным содержанием ЦЗ-137. Анастасия Шевцова проверила бабруйские прилавки. -"Закрытие 29-го Славянского базара. Катюша на Кургане Славы. Инфляция за полгода. Как изменились цены на социально значимые товары". -"Двойняшки без настоящего". Мария и Дарья Петровские с 4-х лет живут без родителей. Сейчас им 19. В гости к сиротам заглянула Мария Бушкевич. Рэпер баллотируется в президенты США. В Китае тестируют бесплотное такси. В Японии проснулся вулкан. Дым поднялся на рекордные 8 километров. Какие будут последствия для климата? Световое шоу, много подарков и мастер-класс хоккеистов. В Бобруйской рейне открыли новый сезон. Анастасия Поклёсова посмотрела, как это было. Открытый разговор. В Бобруйске подвели итоги проделанной работы за полгода. Встреча председателя Могилёвского области полкома и горожан прошла во Дворце искусств. Здесь собралось руководство Бобруйской и простые горожане. Леонид Зайц отметил, что за полгода в области, да и в городе сделано немало. Удалось увеличить прибыль на предприятиях, снизить количество убыточных организаций, повысить заработную плату в среднем на 1033 рубля. Могилёвская область завершила первое полугодие. Валом и райональным продукты занимали держащие места среди всех регионов Республики Беларусь. Среди шести областей с показацией на 98,4% занимают первое место. И задача наша с вами сегодня – обеспечить развитие данного региона с выходом на показатели, превышающий уровень 2019 года. Мы добавили в таких отраслях, как сельское хозяйство, строительство, оптово-розничная торговля. Мы увеличили в два раза положительное сальдо. Вы видите сами, какие преобразования есть в городе. Вы прорастаете новыми объектами, которые имеют определенную ценность для всех проживающих. Давно принято президентам страны дополнительно построить школу, детский садик, бассейн. Продолжать строительство жилья в новом микрорайоне. О ситуации в городе также доложил председатель Бобруйского госполкома Александр Студнев. Он подчеркнул, в 2020-м по основным направлениям развития экономики и социальной сферы достигнута положительная динамика. Продолжилась модернизация промышленного комплекса. Только машиностроительные предприятия произвели новую продукцию на 12 миллионов рублей. Несмотря на ситуацию на зарубежных рынках, устойчива, положительна была внешнеторговая сальдо. В сложных экономических условиях предприятия города активно развивали внутренний рынок. Искали альтернативные варианты загрузки производства и сферы услуг. Дополнительный импульс внешней торговли дал открытие на прошлой неделе экспорта в Российскую Федерацию для Бобруйского мясокомбината. Активно развивается городское строительство, в том числе с государственной поддержкой. За первые полугодия жилищные условия свои улучшили в 170 многодетных семей. В этом году мы открыли два детских дома семейного типа. Значительное внимание уделяется сфере здравоохранения. Установлено новое современное оборудование – ангиограф и маммограф. Приобретены реанимобиль, машины скорой медицинской помощи. И за это, конечно, хочу поблагодарить областной исполнительный комитет. Своевременное обновление медицинской базы позволило нам, в том числе более эффективно, сработать в период напряженной эпидемиологической ситуации. Председатель обл. исполкома также отметил, за четверть века страна добилась стабильности и выстроила правильную политику. Курс на улучшение жизни белорусов. Леонид Зайц акцентировал – никакие информационные вбросы и шествия не должны разрушить то, что строилось долгие годы. И аргументировал свой выбор – каждый гражданин в день выборов должен сделать взвешенно и осознанно. После губернатор предложил высказаться каждому желающему. Одни выразили свою точку зрения, другие задали интересующие вопросы. Это и темы культуры, спорта, молодежной политики и не только. Жители попросили обратить внимание на грибную базу и Бобруйскую крепость. Попросим вас помочь нам включить этот объект в государственную и инвестиционную программу для создания историко-культурного центра «Бобруйская крепость», которая может стать туристической изюминкой не только нашего города или региона, а республики в целом. Спасибо. Воспользуемся тем, что принимают участие сегодня наши сенаторы, представители палаты, представители нашего государства. Все вместе мы постараемся выполнить ваш наказ. Заместитель председателя Могилевского облсполкома в этот же день посетил офис нашего телеканала. Валерий Малашко отметил, радуется успехом «Бобруйс-360» и «Зефир-ФМ» с первых эфиров. Однако побывать в студии ему удалось лишь сейчас. После экскурсии госслужащий встретился с коллективом медиахолдинга «Бобруйское житё». Центр социального обслуживания Ленинского района предлагает нуждающимся бесплатную помощь. Услугой могут воспользоваться одинокие инвалиды первой и второй группы с умственными нарушениями. Ассистенты работают по индивидуальным программам реабилитации или заключению врачебно-консультационной комиссии. Максимум 60 часов в месяц, пока предложением воспользовались лишь три человека. Услуга включает в себя сопровождение в решении юридических вопросов, бытовых проблем, возникающих у данной категории инвалидов, ну и ряда других проблем, где требуется помощь. Жизнь продолжается. Мария и Дарья Петровские с четырёх лет живут без родителей. Мама сдала двойняшек в интернат. Теперь им исполнилось 19 лет. Работники соцслужб помогли девушкам получить образование, найти работу и жильё. Мария Бушкевич побывала у них в гостях. Двойняшки Маши и Даши рассказывают, в четыре года стали ненужными. Сначала был дом малютки, потом школа-интернат в Белыничах. Там учат детей с особенностями психофизического развития. Девушки вспоминают, мамой называли воспитателей. Единственный визит родной помнят, как сейчас. Она в школе приезжала, всё гостяла там всякое и уехала. Мороженое, печенье, сок, лимонад. Сёстры – выпускницы Хотимского профессионального лицея. Освоили специальности овощевода. Бобруйские им выделили общежитие. По закону жилплощадь дают без мебели, а сиротский капитал положен лишь после трудоустройства. Чтобы обустроить быт, вещи собирали с миру по нитке. Комплект постельного белья, два полотенца, плед, подушка, одеяло. Вот и весь скарб, с которым сёстры вошли во взрослую жизнь. Существует проблема обеспечить этих девочек мебелью. С этой целью мы проводим акции из рук в руки. Обращаемся к населению с просьбой помочь в сборе мебели, предметов быта, посуды. Часть мебели раздобыть удалось таким образом. Но нуждаемость по-прежнему есть. Маша и Даша обживаются на новом месте. Показывают свои владения. В шкафах всё по полочкам, на кухне поклеили обои. Свои первые блюда – макароны и гороховый суп – учились готовить по видеосвязи вместе с соцработниками. Говорят, получилось вкусно. Цель – трудоустройство, создание семьи. Они очень экономно расходуют свои деньги, буквально пошагово со мной советуясь. Можно, нельзя. Покупают только еду и предметы первой необходимости. Зубная щётка, моющее средство, чистящее. То есть, правильно сориентированы в этой жизни. Мне кажется, у них всё получится. Новая неделя начнётся для Маши и Даши с волнительного события. Идут устраиваться на тепличный комбинат. Документы готовы. Признаются, куда потратить первую зарплату, уже решили. Посуда, стол надо купить, стулья, шкаф, холодильник. Ещё надо, чтобы мы жили хорошо. В городе около двух сотен сирот. Единицы – биологические, остальные – социальные. Территориальные центры соцобслуживания оказывают нуждающимся гуманитарную, психологическую помощь. Юридическое консультирование поддерживают материально. Сопровождение длится с 18 до 23 лет. По словам специалистов, многие дети не повторяют судьбу своих родителей. Получают профессии, устраивают личную жизнь, создают крепкие семьи. Мария Бушкевич, Максим Галеонко. Итоги недели. За полгода инфляция составила более 3%. Аналитики Министерства антимонопольного регулирования и торговли обратили внимание – рост в пределах нормы. До конца 2020-го показатель не должен превысить 5% пунктов. Несмотря на это, подешевели некоторые социально значимые товары. В списке молоко, мясные и молочные продукты, куриные яйца. После нескольких месяцев сдерживающей политики, ведомство отпустило цены на мясные и рыбные консервы. Кофе, сухое молоко, спички, твердое туалетное и хозяйственное мыло, изделия для личной гигиены. За остальными социально значимыми товарами контроль продлили. Столичное жилье подешевело. Средняя стоимость за квадратный метр теперь составляет около 1300 долларов. Зафиксировано рекордно низкое количество сделок купли-продажи недвижимости. По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, за второй квартал продано чуть больше 2000 квартир. Антирекорд поза 9 лет, то есть самое низкое количество совершенных сделок. Если взять сравнение с первым кварталом 2020 года, то количество сделок уменьшилось на 33%, значит, с аналогичным периодом прошлого года на 40%. В музее военной техники под открытым небом у Кургана Славы установили легендарную «Катюшу». 14 июля 1941-го под Оршей прогремел первый зал боевой машины. Работы по поиску и реставрации продолжались около года. Часть деталей изготовили на основе образцов из Военно-исторического музея артиллерии Санкт-Петербурга. Пульт управления стрельбой, части обшивки, колеса и диски нашли в Ленинградской области. Они восстановлены белорусскими реставраторами. В предстоящем учебном году в вузах страны откроются более 20 новых специальностей. Больше всего их станет в сфере IT. Также есть обновления в спорте, преподавании. В Гродненском государственном университете начнут готовить дизайнеров виртуальной среды. А в БНТУ инженеров по проектированию и эксплуатации атомных электростанций. Между тем в Минобразовании рассказали, куда абитуриентов возьмут без экзаменов. В списке колледжей 25 направлений. В том числе технология машиностроения, горные машины, оборудование, агрономия. В графе для вузов 28 позиций. Среди них зоотехния, ветеринарная медицина, лесное хозяйство. В эти минуты в летнем амфитеатре Витебска проходит церемония закрытия 29-го славянского базара. Ранее на площади лауреатов зажглась новая звезда. Специальную награду президента Беларуси через искусство к миру и взаимопониманию получил Филипп Киркоров. Я первый раз в Беларуси и мощно танцевать для такой большой публики. Это больше энергии и, конечно, сильные эмоции. Приятно выходить в зал полный людей. Я на самом деле соскучился по таким залам. Конечно же, радость и ностальгия. Кроме народного артиста России, на сцене галоконцерта пели Елена Вайнга, Александр Буйнов, Олег Митяев. На конкурсе эстрадной песни нашу страну представлял Роман Волознев. В ног Беларуси чествовали чемпионов и призеров Олимпиады 80. Встречу посвятили с 40-летию со дня соревнований. Напомню, это были первые в истории мировые старты на территории Восточной Европы. В Советской Олимпиаде представители Беларуси завоевали 33 медали. 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых. На самом деле было очень жаль прощаться с Олимпиадой, потому что Олимпиада была для советского народа прорывная. Никто не ожидал увидеть воочию такое количество спортсменов. И вот они перед глазами. Честно скажу, что Олимпиада была настолько организована, прекрасно, что я вот сейчас смотрю, по организации я считаю, что одна из лучших вообще в мире. В Испании решают судьбу промышленного гиганта. В Китае тестируют такси без водителя. И политическая премьера КНУС зарегистрировался кандидатом в президенты США. Мой коллега Максим Кембель держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. 4 июля музыкант заявил о своем намерении баллотироваться на высокий пост. Но спустя пару дней опроверг эту информацию. И все-таки сделал это в самый последний момент. Рэпер подал документ в избирательную комиссию штата Оклахома и заплатил регистрационный взнос в 35 тысяч долларов. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY. И благодаря этой игре слов стал представителем вечеринки в честь дня рождения. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо. Мои коллеги Максим Кембель и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. До выборов президента Беларуси всего три недели Центр избирком зарегистрировал пять претендентов на главный пост. Удостоверение кандидата получили Александр Лукашенко, Анна Конопадская, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Также стартовала агитация. Ранее Бобруйский госполком определил места для встреч с избирателями. О том, как проходит политическая кампания в городе, спросим у Натальи Засимковой, председателя Первомайской районной комиссии в Бобруйске по выборам президента. Наталья Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. И сразу вопрос, как может осуществляться агитация кандидатами на главный пост в стране. Кандидаты в президенты Республики Беларусь, их доверенные лица могут проводить предвыборную агитацию в формах, установленных законодательством Республики Беларусь. Через средства массовой информации, это теледебаты, выступления на радио и телевидении, опубликования их предвыборных программ. Также они могут изготавливать свои информационные материалы, изготавливать программы. Ну и, конечно, самое, наверное, популярное, это встречи с избирателями. И формами, которые не противоречат нашему законодательству. Хорошо, скажите, а сколько на сегодняшний момент уже работает участков на территории города Бобруйска? На территории города Бобруйска работает 104 участка, избирательных участков. В данный момент наши участковые комиссии заканчивают уточнение списков наших избирателей. С 24 июля каждый избиратель, который захочет уточнить, находится ли он в списках, может прийти в участковую комиссию с 16 до 19.00 с понедельника по пятницу, и с 12 до 14.00 в субботу, и уточнить, правильно ли записаны его данные, фамилия, имя, отчество, адрес проживания. А вот такой вопрос. А как узнать свой участок? Существует ли какая-то рассылка заранее? Конечно. На этой неделе наши избиратели получат приглашение, в которых будет усказан номер участка, а также адрес, по которому находится участок, приглашение для участия в выборах и информационные материалы по кандидатам в президенты Республики Беларусь. Ну, смотрите, если со своим участком по месту жительства мы уже определились, а если, допустим, гражданин будет находиться за пределами города, допустим, в другом городе, либо в командировке, а как ему проголосовать? Если у нас сейчас, наверное, более часто встречающийся вопрос, который поступает в нам в шокомиссию, это вот я уезжаю на дачу, как же мне очень хочется проголосовать, как же мне поступить в данной ситуации? Если вы хотите уехать и на период досрочного и основного голосования вы не будете находиться на территории нашего города, то вы можете обратиться как в участковую комиссию, так и в наши районные комиссии с просьбой, чтобы к вам на территорию, там, где вы будете находиться, Бобруського района, Кировского, Осиповичского или какого-то другого территории нашей области или страны, пришли и вы имели возможность проголосовать. К вам могут прийти даже по месту вашего нахождения, но для этого нужно поставить нас в известность, чтобы мы могли предупредить избирательные комиссии, на территории которых вы будете находиться. То есть это должно быть устное заявление? Это может быть и устное заявление, может быть и письменное. То есть довольно простая форма? Довольно простая. И вот еще перейдем к такому вопросу, как, скажем так, календарь выборов. Когда начнется досрочное голосование, то есть если с основным голосованием, понятно, сроки досрочного голосования? Ну, досрочное голосование у нас начинается 4 августа и по 8 августа включительно. Все мы, наверное, уже хорошо знаем время нашего досрочного голосования. Мы голосуем, наши избиратели могут прийти на участок в 10.00, потому что наша избирательная участковая комиссия начнет работать на досрочном голосовании с 10.00 до 14.00, потом у нас небольшой перерыв. И с 16.00 до 19.00 вы можете прийти проголосовать. Спасибо. У нас в гостях была Наталья Засимкова, председатель Первомайской районной комиссии в Бобруйске по выборам президента. Спасибо большое. Сейчас к другим темам. Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ. Эксперимент специалисты провели на неделе в университете Эмари в Джорджии. Участниками стали 45 добровольцев. Их возраст от 18 до 55. Результат не заставил долго ждать. У некоторых испытуемых лекарство смогло выработать антитела на ранней стадии тестирования. Однако спустя 4 недели понадобилось введение новой дозы. Затем вакцина вызвала сильный иммунный ответ у каждого. Результаты обнадежили создателей препарата. Через неделю начнется третий этап испытаний. Он будет самым масштабным. Протестировать разработку намерены на 30 тысячах человек. Им ведут 100 микрограммов в первый день. Еще дозу на 29-й. Побочные эффекты, усталость, озноб, мигрени, болезненность мышц. Другая группа добровольцев получит плацебо, чтобы сравнить результат. Европа надевает маску. Ношение защитной повязки становится обязательным практически во всех странах континента. Норвегия снимает введенные ограничения на поездки в 21 страну Европы. Королевство открыло границы в том числе для Германии, Испании, и Великобритании, Италии, Польши, Греции, Франции и Чехии. Власти Украины, напротив, намерены продлить режим карантина еще на один месяц. А вот что еще было на неделе. Президент США впервые появился на публике в маске. Ранее Дональда Трампа неоднократно критиковали за халатность. На неделе политик пообещал исправиться. Новый аксессуар Трамп примерил во время встречи с военными и медработниками в госпитале. Между тем в Штатах зарегистрировали новый рекордный суточный прирост заболевших COVID-19. Флорида, Аризона, Техас и Калифорния показывают небывалые цифры. Инфекцию выявили более чем у 66 тысяч человек. Несмотря на это, Белый дом намерен вернуть студентов и школьников на учебу. Президент ясно дал понять, что хочет, чтобы школы были открыты. Я присутствовала при его заявлении в овальном кабинете. И когда он сказал «открыты», он имел в виду «открыты полностью», чтобы дети могли посещать школу каждый день. И наука не должна стоять у этого на пути. Британия тоже надевает маску. Пример подает Борис Джонсон. Средства защиты в закрытых помещениях обязательны для всех, включая главу Кабмина. Новые правила здесь начнут действовать с 24 июля. Руководитель Минздрава Соединенного Королевства уверен, с одной стороны это снизит риск заражения коронавирусом, с другой даст уверенность сотрудникам магазинов, что они не подхватят инфекцию на рабочем месте. Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других. Заразится коронавирусом и убедительное свидетельство статистика. Уровень смертности от COVID-19 среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране. Эстафету с 1 августа примет и Франция. Правительство решило пойти навстречу тем, кто спасал нацию от эпидемии, повысив зарплату среднего медперсонала сразу на 180 евро. Австрия тем временем опасается ввоза инфекции. На днях государство поставило замки на границе для граждан девяти стран Балкан и Южной Европы. Вена считает, что ни София, ни Тирана не прилагают достаточных усилий, чтобы обуздать эпидемию. Так мы стараемся убедить посетителей в необходимости соблюдать социальную дистанцию. Говорит этот владелец бара. Чем меньше контактов, тем лучше. А нам нужно работать, чтобы держать заведение на плаву. Отпуск в Маске. Канарские острова приняли первых зарубежных туристов. Чтобы гарантировать безопасные каникулы, местная власть позаботилась о профилактике. Обязательно и социальные дистанции, и контроль температуры. За соблюдением санитарных норм в отелях следят строго. Однако в этот летний сезон лишь половина гостиниц распахнули свои двери. Это дает возможность хоть как-то оживить туристическую активность. На данный момент для нас приоритетны неэкономические показатели. Жизненно важно сейчас соблюдать меры безопасности. Вот над чем мы работаем сейчас. Белорусские клиники продолжают возвращаться к привычному режиму работы. В травматологическом отделении 6-й столичной больницы снова принимают пациентов с переломами, ушибами и растяжениями. С конца февраля корпус полностью перепрофилировали в инфекционный госпиталь. За время пандемии в шестерке получили медицинскую помощь около 3000 больных COVID-19. Треть именно в травматологическом отделении. Шлюзы мы пока все оставляем. Вполне возможно вторая волна. То есть мы к ней будем готовы. На приеме, как вы видите, все доктора и медсестры работают в щитках, респираторах. Представительство Всемирной организации здравоохранения в нашей стране передало медикам около полумиллиона средств индивидуальной защиты. Маски, респираторы, халаты, лицевые щитки и очки. Изделия закупили на средства Евросоюза. Груз хранится в Минском областном противотуберкулезном диспансере. Вскоре его распределят по всем региональным клиникам. Это действительно только первый момент нашей помощи. Будут еще другие подставки. Но эта помощь для всех стран Восточного партнерства. Вы, Белорусс, конечно, Европейская страна. Вы наш сосед Европейского союза. Для нас очень важно показать эту солидарность. Особенно потому, что у нас намного близкие отношения сейчас, ближе отношения, чем 5 лет назад. Поэтому мы хотели тоже показать, что мы вместе в этом кризисе. Между тем, свыше 2000 человек уже прошли медицинскую реабилитацию в здравницах с Синеокой. Эта цифра каждый день растет. Люди восстанавливаются и в РНПЦ, медэкспертизы и реабилитации. В апреле заведение перепрофилировали для ковидных пациентов. С 20 мая подключились в Центр оздоровления, который курирует Минтруда и соцзащиты. У нас вся аппаратура и все физиовлечение направлено на обезболивание. При заболеваниях опорно-двигательной системы, ну и плюс еще сердечно-сосудистая у нас тоже как бы воздействуется. Ну магнит вот после таких вот простудных заболеваний очень хорошо снимает воспалительный процесс. В стране отменен двухнедельный карантин для приехавших из России. Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. 15 июля из перечня была исключена Российская Федерация. Это значит, что лица, прибывшие в Беларуси, стран, которые исключены из списка, не обязаны находиться на самоизоляции 14 дней. В Бобруйске же масочный режим по-прежнему продолжает действовать. Местная власть делает акцент на профилактику распространения инфекций. Мария Бересневич, итоги недели. За несколько месяцев областные райпозы готовили свыше 70 тонн черники. По объемам лидируют Глузский, Осиповический и Кировский районы. Ягоду у населения принимают сельские магазины. За килограмм дают 3 рубля 80 копеек, больше, чем в прошлом году. Лесные дары поставляют в крупные столичные рынки в Могилеве, Бобруйск. Замороженную отправляют на экспорт, в основном в Западную Европу. Каждую партию проверяют на содержание опасных веществ. На этой неделе список зон, где растет отравленная ягода, пополнился. В Могилевском и Быховском районах обнаружили чернику с повышенным содержанием цезия-137. Как такое лакомство может сказаться на здоровье? Где продают безопасную продукцию и почему медики советуют отправлять на лабораторные исследования даже горстку лесного урожая? Знает Анастасия Шевцова. В лесах Могилевского и Быховского районов обнаружили чернику с повышенным содержанием цезия-137. Эффект от такой сладости накопительный. Радионуклит может ударить по любому органу, уверяют медики. Эксперты отмечают, июль – разгар сбора черники. И любителям дорог леса стоит помнить, если даже один зеленый квартал считается экологически чистым, вовсе не значит, что на соседнем уровень радиации в норме. Превышения в прошлом году были в Кировском районе. В Бобруйском районе нет. Сказать точно, что Бобруйский район и наша Могилевская область чистая нельзя. Каждую ягоду, собранную в этом лесу, и каждый гриб нужно проверять, если человек беспокоится о своем здоровье. Случай отравления черникой на прошлой неделе зафиксировали в Подмосковье. Женщина купила ягоду в интернете и почувствовала недомогание. Позже выяснилось, в лакомстве содержались радиоактивные вещества. Причиной плохого самочувствия также могло стать использование большого количества пестицидов при выращивании. Инспекторы напоминают, в городских центрах гигиены и эпидемиологии ягоды проверяют бесплатно. Процедура занимает около получаса и дает полное представление о том, что окажется на столе. Объем для пробы должен составлять не менее одного литра. Каждый, кто собирается торговать дикорастущей продукцией, по закону обязан отдать ее на исследование. На нашем рынке без экспертизки продукция никак не проходит. Процесс проверки занимает минут 5-7. Вся продукция, которая попадает на эти прилавки, тестируется в лаборатории. После продавцу выдают вот такой бланк с результатами исследования. И здесь написано, вредных веществ не обнаружено. Опасность могут представлять не только радионуклиды. Ягоды способны накапливать тяжелые металлы – свинец, хром, цинк. Лесничие делятся предостережениями. Нежелательно собирать ягоды и грибы ближе 100 метров от оси автомобильных дорог, железнодорожных дорог. Все-таки это места, где собираются тяжелые металлы. И может причинить вред впоследствии жизни и здоровью людей. Чистые черничники сконцентрированы в Приберезенском лесничестве, район деревень Ламбова, Ступени и Телуша. В Петровичском их также предостаточно. В зеленом списке – деревни Петровичи и Макаровка. Анастасия Шевцова, Максим Галенка. Итоги недели. Огневая, строевая, тактическая подготовки, знакомства с солдатским бытом, мастер-классы с вооружением. На базе инженерно-аэродромного полка открылся лагерь для подростков. Стены воинской части приняли юноши на каникулах восьмой год подряд. В этом сезоне заселились 25 человек. Подопечные от 13 до 15 лет. На 15 дней казармы полка стали для них домом. Молодые люди полностью погрузились в армейскую жизнь. Администрация учреждений отмечает желающих пройти так называемую школу мужества с каждым годом все больше. В таких лагерях детям всегда полезно находиться. Они тут чувствуют дисциплину. Кроме обычных детей из обычных семей, здесь есть дети неполных семей. Дети, которые состоят у нас на учете, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. Дети, состоящие на различных учетах в школах, в учебных заведениях. Первая смена также стартовала в палаточных лагерях. Молодые бобручане отдыхают в загородных и городских центрах. Накануне воспитанники Сузорья рассказали детям из национального центра «Зубрёнок», чем занимаются на кружках по робототехнике, как проходит спортивное и IT-состязание. Поделились идеями для развлечений. Связь наладили через интернет. Сегодня было столько эмоций позитивных. Сегодня столько было азарта у детей и педагогов. Конечно же, «Зубрёнок» оставил хорошее впечатление о городе Бобруськ. Они как будто окунулись в наш город. В Бобруськ-арене в середине лета открыли сезон массовых катаний. Для посетителей подготовили световое шоу, мастер-класс от хоккеистов и призы. Анастасия Пахлёстова впервые попробовала встать на коньки. На льду Бобруськ-арены вновь катаются профессионалы и новички. За месяц в комплексе провели косметический ремонт. Покрасили стены и машины-замбони. На хоккейной площадке установили современное освещение, обновили разметку и рекламу, залили новое покрытие. Накануне прошло зрелищное открытие. Со светомузыкальным шоу, мастер-классом от хоккеистов и призами. Горожане не стали упускать возможности прокатиться. Лёд хороший. Да, его только залили. Обычно он буграми и кататься невозможно, а сейчас нормально. Отличный лёд, хороший. Я играл в хоккей. Было здорово, играл сейчас немножко, пережив. Я очень редко катаюсь, поэтому только начинаю, осваиваюсь. Вот мне Игорь помогает. Качество льда успели оценить и спортсмены. Состоялись первые тренировки. Неплохо, что с ребятами провели пару тренировочек, всё хорошо. Очень классно и вот на уровне, честное слово. Очень шикарные тренировки и лёд, качество льда очень вкусно. Инструкторы отмечают, получить ощущение от лёгкости скольжения по льду под силу каждому. Если вы так же, как и я, в первый раз встали на коньки, опытные инструкторы всегда помогут вам принять правильное положение и проехать несколько первых шагов. Прислушиваясь к советам профессионалов, понимаешь, нет такого человека, который не сможет научиться кататься. Нужно всего-то запомнить правильное положение корпуса и движение ног. Для начала, когда вы выходите на лёг, надо сначала принять посадочек, правильно расположиться на лёгкости. Коленки, корпус коленочки вперёд, руки вперёд, руки вперёд, руки вперёд, ноги немножко ёлочки. И вот такими движениями не спеша вы делаете первые шаги на лёгкости. Аккуратно. Для тех, кто может пересчитать заезды по пальцам, организовали воскресные мастер-классы. Они будут полезны профессионалам. Нет предела совершенству. Небольшие обучающие занятия для любителей, так скажем, хоккея, а также катания на коньках. 16+. То есть каждый желающий может посетить данное занятие, попробовать стать хоккеистом, а также попробовать научиться стоять на коньках. С ними будут проводить индивидуальные занятия. 1 июля стартовал новый сезон и для хоккейного клуба. Он пройдёт без команды экстра-лиги. Защищать часть города на Ледовой арене будет команда высшей лиги. Сегодняшний день не имеем в планах работу хоккейной команды экстра-лиги. Я не считаю, что это, в общем-то, большая беда. Но настоящий полковой должен уметь в том числе и отступать, чтобы сохранить силы. Первоочередная цель, признаётся тренер. Подтянуть мастерство подопечных и достойно выступить на уровне высшей лиги. Анастасия Пахлёстова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Рэперу американской президентской гонки. Беспилотное такси в Поднебесной и промышленный коллапс в Испании. Правительство планирует закрыть завод Ниссан. Рабочие вышли на улицы. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Максиму Кембелю. В Китае тестируют первое такси без водителя. Стартап испытывают в городе Ганчжу. Если итогами будут довольны городские власти, полицейские и пассажиры, беспилотные такси могут появиться на улицах уже в августе. Этот вид транспорта, как ожидается, будет работать какое-то время лишь в одном из районов мегаполиса. За движением авто следят операторы. Завод Ниссан планирует закрыть в Испании. Почти полторы тысячи недовольных вышли на улицы Мадрида. Работники собрались перед зданием правительства в столице. Главный призыв – не закрывать производство. Если завод ликвидируют без дохода, останутся 25 тысяч граждан. Власти продолжают переговоры с компанией. Кани Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Рэпер заполнил форму номер один Федеральной избирательной комиссии. Он выдвигается от собственной партии дня рождения. Действующий президент Дональд Трамп выразил уверенность, что кандидат с легкостью переманит большую часть голосов темнокожих избирателей от демократа Джо Байдена. Тем не менее, об окончательной регистрации говорить рано. Певцу предстоит подать еще одну форму с данными по финансированию своей компании. Ранее близкие к семье Уэста источники сообщили, что певец страдает биполярным аффективным расстройством. И заявки следуют, что рэпер будет баллотироваться от комитета Кани 2020 в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY. И благодаря этой игре слов он стал представителем вечеринки в честь дня рождения. На японском острове Нисиносима активизировался вулкан. Лава поднимается на высоту 200 метров, огромное количество пепла вырывается из кратера, крупные куски породы разлетаются в воздухе. По данным наблюдения с метеорологического спутника, 4 июля дым поднялся до 8 километров. Это самый высокий показатель, зафиксированный когда-либо. Военным в Индии запретили использовать соцсети. Твиттер, Инстаграм и ТикТок теперь не в почете. Главный аргумент властей – программы считывают личную информацию военных, в том числе их местоположение. Стереть приложение с мобильных и удалить все аккаунты рядовые и офицеры в Индии обязаны самостоятельно. Как будут отслеживать исполнение приказа полутора миллиона служащих, не уточняется. Жестокое задержание инвалида во время протеста в Лос-Анджелесе. На видео полицейские пытаются надеть на мужчину наручники. В это время другой ломает инвалидное кресло. Ролик вызвал общественный резонанс. По версии правоохранителей, задержанный ударил одного из офицеров по лицу, а также у него нашли заряженное огнестрельное оружие. Напомню, протесты в США против расизма проходят уже второй месяц. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бабаруси 360 и Ян Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин